друзья всем привет сегодня camry 50 многими любимый автомобиль сегодня мы посмотрим с вами в каком состоянии их продают от миллиона 100 до миллиона 300 многие люди хотят купить этот автомобиль за миллион миллион сто и когда ты им говоришь друзья там хлам нет таких автомобилей они говорят ну как же ну как же там же целый интернет их друзья мои сегодня мы с вами поедем и посмотрим что продают в эти деньги и как они выглядят и мы не будем углубляться в техническую часть мы не будем проверять мотор коробку подвеску я просто покажу вам внешне в каком состоянии продаются эти автомобили более того нам повезло первые два автомобиля будут без подготовки их уже выставили в продажу они только выскочили мы приехали их смотреть они на подготовке еще не отполированы еще не почищены и вы увидите их во всей красе хорошего вам просмотра погнали это одна из них нет да это она но она еще грязная что не подготовленную так миллион 180 до 300 тысяч пробега 300 тысяч пробега что нам ждать от этого ждать нам смотрите какую красоту ребят вот так вы выглядят камри полташки чтобы вы понимали это санкт-петербург он их сжирает безбожно просто игорек ты видишь да я первый раз такой вижу сейчас ты угораешь что ли ну на камри пятидесятки смотришь их просто пробегом 300 точно мало в этом случае у нас цель даже показать вам не то что там бита у будет что-то крашена в каком состоянии уже сейчас выглядит автомобиль подкипала немножко сбрызнула так сказать антифризом красненьким идем дальше здесь нам из-за блока предохранителей сильно туда не добраться но я думаю видно что там примерно та же самая история точно так же идет гниль коррозия все это дело идет изнутри вот отсюда грязь налипает остается и чашка стакан загнивает вместе с брусговиком изнутри ничего с этим не поделать санкт-петербурге нужно быть машину чаще и обрабатывать 300 тысяч пробег посмотрите на сидение его просто нет вот это качество камри пятидесятки она уже на 50 на 70 начинает ломаться так сказать можно я сниму эту штуку спасибо просто невозможно разговаривать на 50 на 70 подушка сидения уже начинает умирать на 300 она выглядит просто просто ужасно точно так же и передняя часть вся лохматится везде торчит этот бинт сердокожи качество стало вообще никуда камри сороковки чтобы сидение было таким нужно проехать миллионы чтобы на нем ездил человек весом 170 килограмм все резинки протерты ногами рваные комплектация кстати неплохая на коже на мониторе на всех делах но отношение было ужасное смотри как выглядит конечно же сейчас ее помоют почистят отполируют она станет получше но получше только визуально здесь что у нас такое проплешины полировки посмотри как протерты вот она протерта полировкой друзья здесь наглядно сейчас будет видно ее начали полировать уже вот заднее правое крыло какое красивое блестящее на фоне всей матовой машины вот так она будет вся как будто бы и не было никаких проблем она кстати крашена по апельсиновой корке вот по этой старенькой видно еще смотрите какая вещь вот этот круг скорее всего это след от антенны машина конторская здесь похоже когда выходил пробок сюда нацарапал здесь так заставилась то ли антенна то ли знаешь как шашка такси выглядит максимально грязно видишь точки как залить сварочные их просто как будто бы и нет она просто окрашена но его не меняли также здесь окрас сюда напылили что-то пытались изобразить слушай нет я не хочу разбирать здесь все эти резинки грязные до безумия друзья это о машинах о camry полташках которые стоят миллион сто миллион двести миллион рублей когда вы видите их на сайтах и вам кажется что можно купить подобный автомобиль за эти деньги он будет выглядеть вот так по крайней мере сейчас крыло надорвано видишь вот видно этот надрыв здесь был ремонт сейчас прибором пробежимся посмотрим насколько сильно сильно не будем погружаться в этот автомобиль я думаю вы сами все видите насколько он прекрасен живет лежит он какой-то паучок я не знаю камера возможно этого не передаст вот эти все полоски риски как будто ее тряпками мыли все это время видишь это чистый автомобиль как он выглядит вот так герметик идет идет раз закончился шпаклевочка его сделали и вот опять пошел вот здесь тоже лопнуло шпакля все это ржавеет все это трескается ну так же герметик лопнул от того что сломала его от удара все потрескалось фонари стоят неровно значит ремонт как в такси чтобы ехала можно смотри на свет на крышку да да она вся со шкуркой такой но на удивление мотор весь сухой масло в уровне и под крышкой ни нагара ничего нет кстати говоря тойота тойота делает вещи 300 пробега однако оптика своя оригинальная я не вижу чтоб капот снимался а что за организация владела то игорян ты не смотрел не не смотрел у тебя там сервиска там до 175 на дилере обслуга племзавод какой то ну вот вот такой племзавод потом будет выдаваться за одного владельца с пробегом 120 с поддельным номером весь красивый блестящий не от дилера естественно кто-то его от дилера заберет вот смотри здесь немножко мазнули уже и как сразу все это блестит да из-за удара по заднице ничего здесь не сходится потому что делалось все топором все помоет поправит гниет даже бампер будет новенький бампер кстати тоже ужасно покрашен просто ужасно здесь конечно же я так понимаю попытались приклеить клеем оптику смех смехом реально супер клей нет можно ну можно там есть специальное средство но просто нахрена это делать вопрос так у фокусов вторых рестайлов фары прогорел немножко но там она больше напыляется у фокуса его можно вымыть белое вот это багажник сейчас закрыт ты видишь можно руку засунуть да друзья послушайте так звучит камри 50 вот отойди чуть-чуть подальше камера сейчас передаст вообще покажет прям насколько цвет насколько другого цвета крыло видишь оно темное теперь подходи ближе посмотри насколько безобразно все это было сделано ну знаешь когда красят на улице вот это тот вариант из баллона из садового орошителя красят на улице дождь ветер это ему не помеха то же самое с бампером лак пережженный пересушенный дверь передняя левая начинает ржаветь под молдингом потому что ее меняли герметик ленточный под ним начало все уже ржаветь тоже вот по краю везде сама дверь как будто бы китайская какая-то панели плохо с друг другом соединены здесь коррозия здесь уже просто вот я думаю что посильнее ковырнуть и будет уже до дыры насколько некачественно сделанная дверь на производстве я имею ввиду а вот оригинальная дверь тойоты как выглядит видим да и герметик аккуратный аккуратный и уходит вниз без всяких косяков какой-то безумной коррозии край ободрался не из-за того что постоянно ударяют при открытии из-за того что покрашен так под ручкой тоже лезет коррозия друзья это мы сейчас с вами видим абсолютно неподготовленный автомобиль с пробегом в 300 за которым по сути не ухаживали может быть ему и делали постоянно то проходили техническое обслуживание меняли масло в двигателе по подвеске что-то делали но за кузовом не следил никто всем было просто пофигу сейчас его здесь помоют почистят он станет гораздо лучше скорее всего его дальше купят люди кто покупает на перепродажу приведут еще более в порядок перешьют сиденья набьют его перешьют все на марафетят и по поддельному вин номеру выставят с пробегом 120 поэтому будьте всегда внимательны проверяйте всегда вин номер который в объявлении и машину которую вы смотрите все свои проверки забудьте о них и перепроверяйте уже у машины а не с дома друзья также обращаем внимание на карты дверей вот в данном случае посмотрите какой ужас мало того что она аж липкая вся настолько грязная какой-то прожок небольшой есть здесь все вытерто до блеска то что было покрашено серебристым цветом протерто вот на такое обращайте внимание на больших пробегах все это выглядит ужасно вообще вся машина такая которую трогать немножко противно но намоют начистят будет хорошее а что там не вытерто сильно ну не сильно но вот эти вот вокруг кориол то что она стирается я не хочу садиться в эту машину да нет садиться не надо ручка переключения передач также липкая аж понимаешь вся кожа в общем максимально максимально трешовый вариант кроме всего прочего молдинги хромированные помяты по кругу не знаю что тут у них происходило как будто не снимали обратно ставили руль вытерт весь но не лохматый боже какой кошмар просто вообще просто вообще на самом деле я возможно первый раз вижу настолько камри 50 высосанную вы их полируете же каждый день здесь примерно такие все ну тут много крашеные просто да всякие видели под капотом да бывает и хуже бывает и хуже локер уже здесь это прямой выход туда а самый прикол что здесь не минуса здесь нет я подумал здесь еще и минус я тоже подумал что это минус нет 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 это уже от локера а это пистон на котором держится локер понимаешь игорян что там стучишься пустите окрасов много выглядит максимально удручающе рекомендую обходить мимо поехали друзья также двенадцатый год ценник миллион сто пробег якобы сто сколько игорек сто пятьдесят сто пятьдесят но по факту здесь я думаю также триста к большому счастью стаканы здесь выжили прям новые новые по сравнению с тем что мы сейчас видели но мотор весь 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 сытся отовсюду даже поразительно как вот так люди ездят смотри вся крышка даже сверху в масле просто абсолютно вот он протер где доливает масло заливаете когда друзья мои открываете пробку вот эту крышку и льете не вот так по мотору а исключительно туда и ту дозу которая нужна ладно это я шучу но действительно посмотри какая она салон тряпочный комплектация попроще повсюду какие-то сопли из проводов здесь тоже у нас автомобиль ухожен один заботливый владелец молдинги отлетают сейчас мы их починим вот поэтому они так и выглядят других мятами их видимо забивают какой-то отверткой они туда листамеской помните да смотри как вообще все бог мой какая красота без особых усилий просто она оттуда выпала она здесь вообще не держится вытерта максимально сам подлокотник на карте дверей ужасен здесь тоже уже все липкое сидение Игорек подержи пожалуйста дверь чтобы лексус не замять сейчас секунду сидение смотри ты понимаешь вот здесь не хватает примерно килограмма килограмма мяса вот здесь не хватает посередине уже практически полностью разорвано ремень в ужасном состоянии так как он застегнут всегда за спиной вы хороший просто паразит ездил извините за выражение ты видел эту тему ну это просто для быстрого доступа конечно мало ли у тебя что сломалось раз раз починил обратно закрыл смотри какой руль хороший так так же садиться в нее мне хочется погнали дальше ну по кузову это получше выглядит зеркало сломано так что у нас здесь зачем ты весь испачкался я антифриз смотрел просто в бачке не видно что есть там что-то или нет уши фар приклеены они очень хорошо приклеены так как не получилось какой-то эбоксидкой приклеить слушай ну реально максимально грязное просто максимально грязное на бачке сухари какие-то зато мы можем посмотреть где клипсы вот клипсы я уже показал я уже показал как должно быть да вот эта клипса должна входить вот в это отверстие маленькое не в то куда кулак влезает а ты почему там плесень какая там внизу слушай ну тут на удивление масло постоянно свежее так как льется отовсюду в отличие от предыдущей тойоты да где как раз наоборот был сухой мотор но все гнилое внутри прям дтп дтп нет игорян пробегись приборчиком уже для интереса она грязная сырая диски колесные они что-то фиолетового цвета их никогда не моют от колодок летит грязь вот так должно быть войлок уходит под резиночку аккуратно пластик все это сверху аккуратно укрывает никаких щелей отверстий куда можно засунуть пальцы просто нет сами крылья на месте вот этого изгиба с внутренней частью без отверстий также без дыр каких-либо без всякого ужаса крышка багажника вот он герметик идет 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 и идет и идет он до самого конца выглядит все это отлично ничего не трескается нержавеет никаким материалом типа шпаклевки не замазано двери сейчас покажу как раз да без дополнительных щелей куда можно монету засунуть да чтоб вернуться да герметики лежат отлично никакой коррозии по углам дверей нет то же самое под ручками никакой коррозии нет но дверь здесь крашена сколько я вижу Игорёк крашена дверь водительская да да ребят ну запускать так же мы ее не будем я думаю вы все видите и вряд ли вы хотите потратить миллион сто тысяч рублей на этот замечательный автомобиль Toyota Camry да кстати это у них у всех так музыкальный космос едем дальше это такие экспресс осмотры мгновенные просто быстрые 5-7 минут на осмотр ты в бардачок заглянул что там такое там мышка жила наверное там сухарики от нее отношение людей к автомобилям посмотрите бардачок сухарики и прочая всякая нитель нет ну этот конечно гораздо лучше того что на коже но он тоже с какой-то плесенью кстати справа тоже молдинг отлетает его уже пытались тут закрепить он выскакивает когда их снимают один раз для покраски потом очень криво устанавливают и они отскакивают а кстати эта дверь тоже крашена везде козявки даже под грязью видно да и это тоже ну и по пробегу пробег заявлен сто восемьдесят пять тысяч километров как мы видим с вами по салону а я думаю что это именно так салон в этом случае нам немножко подскажет пробег здесь ну триста поехали так ну что первым делом ну бампер отходит ерунда зазор безумный смотри защищали пленкой крышу но она разлохматилась немножко но скорее всего крышу защитила по факту так бы были сколы небольшие царапинки это ерунда пока ждем менеджера с ключами смотри сиденье как выглядит болячка всех миллион сто семнадцать миллион сто семнадцать сколько пробега сто восемьдесят три сто восемьдесят три она как новая по сравнению с черной да так следующая Игорян здесь стоит да 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 вот черная здесь похоже сиденье кто-то уже подлечил слушай ну это прям выглядит неплохо да по сравнению с тем что там просто мотор сухой дыры нет вот так внешне на первый взгляд на фоне того что мы смотрели это просто замечательно выглядит пошла коррозия по багажнику немножко под резинками Санкт-Петербург прекрасный город но только не для автомобилей вот это вот все у сороковки у сороковки та же беда была почему была она и есть и гниет под резинкой у нас здесь ремонт смотрите мы сюда видишь вы крылышко у нас меняли регулярно в видео я говорю о том что заглядывайте сюда вниз смотрите как выглядят панели потому что когда сильные удары меняется четвертина меняется крыло частью панели с чем-то никто никогда не заморачивается здесь все остается как правило плохо максимум могут какой-то шумкой заклеить чтобы было более-менее вот как должно быть с этой стороны нет никакой коррозии нет никаких сварных точек левых не заводских поэтому обязательно смотрим обязательно на седанах заглядываем в это место так как на хэтчбеке на универсале туда не заглянуть ниша тоже обязательно всегда заглядываем максимально насколько можно поднимаем смотрим ну так более-менее прилично кроме грязи открываем лючок смотрим здесь видите какие болтики красивые ржавые даже не крашеные аккуратненько откроем заглянем вот сюда так а здесь у нас замена заднего левого крыла левого крыла ну собственно это мы из багажника с тобой увидели вот она точечная сварка идет идет вот в этом месте пропадает полностью вот опять начинается также вы можете посмотреть и увидеть это изнутри по сварке что я скажу ребят крыло поменяли очень хорошо прямо молодцы да конечно же есть следы мы это видим но это очень хорошо очень достойная работа мастера единственное из-за того что разбирали боковину всю изнутри то защелкнуты плохо все пластиковые элементы стоек спереди также передняя стойка а подушки кстати я глянул на месте боковые думаю удар был здесь не очень сильный так как поменена только наружная часть крыла на безопасность это никак не повлияло прям молодцы понимаешь здесь все очень хорошо сделано вот видно небольшой надрыв герметика ну это так себе это ерунда не будем разбирать здесь все чуть-чуть посмотрим внутри также можете сделать и вы посмотреть и видим болты то что они снимались крышка красивая хорошая с родным герметиком немножко пошла коррозия на белом это хорошо видно ну и самое такое ужасное что мы видим это вокруг резинки вся эта гниль капот еще снимался посмотри молдинги хромированные как новые ты все поглядел? да все разломал здесь уже? и там тоже разломал молодец и капот оригинал вот когда научишься пальцем протыкать арки так что у нас здесь не было ты понимаешь минусовой провод как идет зачем сломал? ну блин я не могу по другому просто держи сейчас починю я сломал я чиню игорек раз все починил нам бы еще вот проволочкой вот этой скрепить думаешь да? примотать туда чтоб крепче было? да ну коррозия пошла никуда не деться к сожалению но не сквозная и это не может не радовать друзья мои крылья не снимались на камре кстати да они укрыты пластиком они защелкиваются под клипсу в двух местах сверху вот так раз аккуратненько и здесь сбоку и все вставили назад не надо бояться что вы что-то сломаете а если сломали чините как игорек и сказал уже капот снимался был небольшой ремонт видимо ну капот скорее всего красили они через год уже красились по гарантии так как краска облизала на капоте и на багажнике это болячка была камри полташки с самого ее рождения конечно вот это все вот на соплях этот ригун сюда провода какие-то склеенные варим у нас чтоб страшнее было понимаешь если один не заорет что второй орал кстати на камри 50 очень важно на лонжеронах вы увидите вот такие пятаки это заводское они должны быть всегда после ремонта лонжерона как правило никто не заморачиваются их не наклеивает туда на технологические технические разные отверстия с этой стороны так же про камри 50 у нас есть видео где я тоже про все это рассказываю слушай ну ничего супер страшного нет значок тойота штамповка сама если открыли капот на открытом капоте вы смотрите на него слева от вас вот здесь в уголке на тайване как правило где-нибудь здесь здесь будет написано хонгельдон или что-то подобное парень со свирелью как он сказал один комментарий по твоим видео что хорошие тайваньские запчасти хорошие лучшие я не помню какой там бренд он назвал но он сказал хороший слушайте ну вот эта машина к сожалению или к счастью уже продана я сказал бы что она неплохо ну прям жирно покрашена крыло тоже крашеное ну видно оно немножко цвета другого белый перламутр он сложный очень оно как серея естественно не из-за грязи что оно серее а сам цвет серея а крыша кстати крашена уже Игорек ты пробил ее? не ничего не пробил да ну-ка сколько там крыша крашена 270 да 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 это видно вот видишь по залитым сколам старые сколы они залиты это новые вот он серенький грунт и вот она пошла коррозия коррозия поэтому клеят пленочку как мы с вами увидели вот там на серой который сейчас вернемся чтобы этого не было но пленочку надо качественно клеить а не вот так ладно это мы отвлеклись к красивой белой камре миллион 304 160 пробегов вот это самая дорогая наша линейка так же пошла коррозия над лобовым стеклом течи никаких нет вот видишь как хорошо выглядит видно что его не мыли старая пыль вся и вот это просто прекрасно миллион 300 вот они уже более-менее живые машины вот здесь видите Toyota вот так стянули обратно посмотрели как все выглядит обратно защелкнули кстати машина к сезону готова уже на зиме сразу вот так вот скинули и смотрим что мы видим Игорюш вот это оригинал написано да да ну по крайней мере не варварски все видно что снимают но не варварски ты же понимаешь что это Тайвань да конечно что мы с вами видим видим печать какую-то дату или какое-то тайваньское число причем с обратной стороны оно пробито 17 01 что-то такого плана тем самым сразу поняли крыло у нас не оригинал ее по стране помотало улей запад рольф москва екатеринбург тойота сколько там владельцев 206 сейчас посмотрю скажу она в марте 14 выехала из салона ну конечно на юрлицо черная же камри на коже заглядываем в багажник смотрим вот так выглядит оригинал в черном цвете видите не прокрас так и должно быть как будто коричневый все панели заводские сварка заводская вы всегда увидите особенно здесь изнутри всегда увидите ремонт но если только супер гений какой-то не чинил таких очень мало а когда ставят тайвань запчасти то гений в этом не участвуют вода стоит в багажнике посмотри просто вода стоит она даже капает вон видишь сколько воды там просто пол литра то же самое под запасным колесом это явно не с мойки нет здесь ничего не разбиралось ничего не делалось вот у нас сидение на 160 оно помято но скажем так в меру для этого автомобиля спереди уже начал отрезкаться над лобовым стеклом жуки ну собственно все как обычно пробегись приборчиком игорь ты кстати сказал про завод не завод нет толще толще сколько 170-180 поверх 140 но ты же понимаешь пускай второй слой так даже меньше чем второй слой мы все второй раз окрасили наклейки про которые я говорю вот они на лонжероне вот я сейчас одну немножко оттопырю ты как будто через тазик там пробиваешь слышишь на голову у меня надели ведро и просто бьют палкой ну реально ну не такой звук отвратительный закрытие капота это просто блин это камри она прекрасна такой звук у нее крыло и дверь и капот у меня немножко сомнений конечно вызывается капот просто должен быть окрашен да 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 миллион 320 тринадцатый год как видим это бюджет не миллион сто миллион двести по всему боку царапина какой-то хулиган прошелся гвоздем или ключом добрый сосед как говорится так ну ладно что у нас осталось ты что там запустил ее что ли а? да погреться? да менеджеру погреться ааа сколько она стоит? миллион сто сто семнадцать сто семнадцать за что такое елы-палы я думаю что за хрень это газ? машина у нас на газу под редуктором коррозия как раз в этом больном месте начинает ржаветь плюс из-за того что газ под ним собирается сейчас там грязь ну хотя без разницы она и так и так ржавеет ну вот опять же смотри какой сухой мотор какой хороший а прям вообще мечта мечта уши паяные в этом случае паяльником видимо уже не клееные так здесь все хорошо да даже какой-то антикор был сделан видишь? все полости пролиты то есть через отверстие внутри капота проливали здесь все тоже достойно по точкам пошла коррозия сами опорные ржавые очень но для питера это нормально что левый что правый здесь у нас сырой кстати маселка у нас подливают масло регулярно проливают мимо поэтому здесь такая шуба все крепления ржавые очень значит она у нас с самого начала в питере моторный отсек мыль редко все заржавело в вин номер живет таракан или муха это не страшно коррозии нет пленка стала лупиться не очень качественно ее приклеили видимо либо очень давно просто уже от времени о что ж такое тюмыш ты знаешь что это такое? нет латун можно идти сдавать должны идти в комплекте ну конечно это что это Camry у них в комплекте такая штука идет когда комплектация такси эдишн вот сюда ее вкручиваешь ты даже не знал да? газ подается или что? подается ну да поступает да все стравил немножко давай обратно ее это место заржавеет потом понимаешь вот где вот металл просверлят для установки подобной штуки смотри отогнули вообще можно снять вот пистоны эти вытаскиваете и снимаете вот таким образом главное не теряйте ничего отодвигаете да и смотрите Видим, да? Срывалась. Также мы видим очень странный герметик, да? Видишь, он другой? Видишь? Он ленточный. Все, и закрываем назад. Уже мы знаем, крышку снимали. Видим герметик, знаем, что ее меняли. Это не супер страшно, но ремонт был. Также вот здесь смотрим и видим все по краю. Под герметиком уже начал ржаветь. Видим, да? Вот он здесь отходит уже. Там гниль. Здесь остался вот родной. Вот от всех. Вот этот идет родной. И нижний родной. Также с этой стороны. Можно снимать, можно нет. Аккуратненько отодвинули. Посмотрели. Видим сорванные болты. Что за колесо такое запасное, Темыч? Как на нем ездить-то? Железное колесо никогда не видел. Машина у нас без запаски. Здесь все хорошо, кроме того, что какое-то колесо железное лежит. Посмотри. Короче, это прикол просто. Льется просто дожди. Понимаешь? Все багажники сырые. Где-то резинка пропускает. Кстати. Церата и всякие многие разные машины. Камри в том числе. Ну, расскажи, как это происходит. Там дают жалюзи, как сказать, для того, чтобы, когда ты закрываешь дверь, у тебя вакуум не создавался. Ну, грубо скажем. Нет, не через него. Ну, а вокруг него? Нет? Потому что я думал, что вот здесь, то, что стоит, жабра вот эта. Очень часто через нее бывает. На фокусах. Как еще бывает? Видим задний фонарь. Видим в нем воду. Сам лично в Киеве Церата помогал знакомым разобраться в чем дело. Он к нам приехал, я уже не помню в какой причине. Поднимаем коврик. Я говорю, охренеть, а как ты ездишь? Коврик весь в плесени. Почти вся запаска утонула в воде. Веса дополнительно он набрал. Он один владелец покупал и новый. Пробег там 40, что ли. Давай искать. Не понимаем сначала. Это несколько лет назад было. Закрываем багажник. Около мойки шланг протягиваем. Начинаем лить. Искать. Смотрим, 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 смотрим. Ничего. Смотрим, смотрим. Минут через 4-5. Тут, 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 тут. Струйка потекла. С правого заднего крыла. Потекла струйка вниз. Давай искать. Прикинь. Бежит. Уходит туда. И фонарь. Попадает в фонарь. В фонаре набирается до отверстия лампочки. Переливается в багажник. Через отверстие туда. Понимаешь? В момент, когда наполняется, как ванна. Я понял. Оно же с горкой наполняется. Понимаешь, как бывает так? Натяжение воды поверхности. Перетекло туда. Перетекло. Сняли фонарь. Продули, почистили. Резинку взъерошили. Ну, оживили. В аспиритом ее, знаешь, чтобы она стала. Обратно поставили. Вот таким образом затекала вода в багажник. Вполне вероятно, что здесь где-то так же. Либо... Ну, через фонарь, да. Кстати, тоже. Либо еще где-то. Я, если найду эти кадры, они где-то были у меня. С этой Царата. Мы их ставим. Как это было. Если крышка была сильно сломана, у нее будет в этих местах много шпаклевки. Шпаклей есть. Давай, беги выше. Давай сюда тебе беги. Да 300 это не 400, это не шпаклевка, это ерунда. Нет, 400 это не совсем шпаклевка, но... У нас просто Игорь придирается вообще ко всему. Он когда видит 200, для него это истерика. Нет. Как нет? Ты же кричил 200 микрон. 300, это страшно. Серьезно? Ты правда говоришь сейчас? Нет, конечно. Сейчас мы покажем... Что, давай. Сколько показывает прибор? Вот я протер место. Вот здесь вот наш, сверху вот такая полоска. 169. Да. Это для зрителей. Смотри, берем 200 рублей. 169 микрон. Кладем их в один слой. Тоненько? Очень. Очень, очень. Давай. 260. Ты на увеличение идешь? Хороший прибор у тебя. 266. 100 микрон. Друзья мои, 100 микрон это толщина купюры. Вот так, на всякий случай. Если к вам приехал знаток, который ходит с прибором, пиликает и кричит, что 300, 250, это критично, 400, это вообще ужас, он не понимает, что говорит. Смотри, в два слоя складываем, пробиваю ее. Вот это 369. Толщина купюры в два слоя. Купюра пополам, это 200 микрон. И вот объясните мне, может я не понимаю, это супер страшно, если у вас шпаклевки на машине стоили 200 микрон. Это вообще ни о чем. Это просто ни о чем. Поэтому не надо истерить. Вот когда уже пошла вот такая тема, когда мы из нее сделали вот такую, да? Сколько раз сложили? В 8, да? Вот она в 2, в 4, в 8 раз. Давай. Вот она, 1000. Вот это уже 1000. И то это не супер критично. Это просто, это просто истерика людей, кто не понимает, что делает. Поэтому, конечно же, вот такая шпаклевка уже может треснуть, отвалиться, лопнуть и все прочее. Но вот этим она и страшна. Тем, что она может лопнуть. Ты когда видишь лопнутую шпаклевку на багажнике или где-то, там такой случай, что ты с хрустом его ломаешь, знаешь, как щепку. Понимаешь, вот это критично. Друзья мои, если вы проверяете автомобиль, или вам проверяют автомобиль, или нашли где-то на каком-то элементе, на крыле, на двери, на багажнике, какой-то пятачок размером там в 3, в 5, в 6 сантиметров, даже с 1000 микрон, это ерунда. С ним ничего никогда не случится. Просто, если намерены, вы не будете его ковырять. Если, конечно же, весь элемент, вся крышка, например, или крыша, не дай бог, бьется 1000 микрон и больше, да, здесь есть риск, что она лопнет, шпаклевка. От перепада температур металл расширяется, сужается, шпаклевка лопнет. Если даже на крыше, крыша крашена, и у вас нашли 1-2 места, где есть 500, 1000, 1200 микрон, да ничего страшного нет. Возможно, это был град, упало что-то, или какая-то мелочь. Главное, чтобы крышу не отрезали. И то, вопрос, как отрежут ее. Даже есть вмененные крыши, идеально сделаны, ничего страшного в этом нет. Я, наверное, неправильно говорю, в подборе должно быть все просто идеально и конфетно, прям. Знаешь, на везде должно быть 90-120, ну, блин, это бред, очнитесь вы уже. Ничего критичного нет в машине, у которой крашен 1 или 2 элемента. Если там есть какой-то пятачок со шпаклевкой, приходите в себя уже, не слушайте вы никого. Я только что вам показал, сколько? 200 и 300 микрон. Так, так, так. Есть места, которые, ну, лучше не брать, когда не крашен. Так. Потом, ты пойми, что очнется один человек, очнется 2, 5, 10. Но остальная тысяча будет спать и верить, что должна быть не крашен. Если человек сам себе глупость выдумывает, ну, что сделать? Ну, что сделать? Ну, ты ее продашь просто. Ждать этого проснувшегося, устанешь. Вот понимаешь, какое дело? У нас покупаются машины с мыслями о том, как я ее продам через год. Помнишь, когда я тебе скажу, Игорь, мне нужна машина, да? Ты говоришь, блин, да там у нее двери что-то. Я говорю, мне без разницы. Даже если есть там расчет какой-то. Если не было глобального ДТП, у нее не вырезали четверть, мне без разницы. Я этого не боюсь. Ты говоришь, а как ты будешь продавать ее? Да. Твои слова, как ты будешь продавать ее? Буду продавать как есть. Грамотному, умному человеку, который может принять информацию, я ему объясню. Захочет купить? Человеку, который покупает машину, чтобы продать ее на следующий год и боится ее купить, ну, это бред. Они не покупают что? Они покупают тоталы, которые без расчетов. Да. Ну, бред, просто бред. Это не объяснить уже. Как мне сказал один перекупщик, сейчас нужны такие машины, чтобы ни бита, ни крашена и с оригиналом. Поэтому подменные номера везде. Тотал какой-то с левым вином поехал. Но для многих людей покупка автомобиля, это сохранение своих денежных средств. Это как в банк вклад сделать, который ты пользуешься. Это сейчас так стало, вот не надо. Ну, сейчас. Раньше было, ты купил машину, она потеряла в цене. Это сейчас так стало, что они подорожали. Они не будут дорожать бесконечно. Все это чушь. Если машина хорошая, и у нее крашено пару элементов, и есть немножко шпаклевки, не слушайте Игорьков, покупайте ее и катайтесь. Нет, ну, чтобы не потерять деньги. Я же тебе говорю про не потерять. Да, Игорь Иванович, я понимаю, что ты говоришь. Смотрите, смысл в чем? Никому что подорожает. Стараюсь объяснить. Я прекрасно понимаю, что один из десяти только это понимает. Игорь еще больше общается с людьми, так как он на телефоне. Ты во всей этой движухе, ты слышишь, что просит. Люди просят машину 15-летнюю. Люди просят 15-летний автомобиль, и хочется ни одного окраса. Мы сейчас показываем машины, которые, ну, десятилетние, да, 10-8-летние. Toyota Camry, которые через день просят, да, там, миллион, миллион двести, миллион триста. Когда ты говоришь, что надо полтора, на более-менее живую, потому что там их полный рынок за миллион двести. А за миллион двухлитровых вообще навалом. На газу. Понимаешь, как будто на газу, да. Так, давай, пробегись, что тут с ней и как. Короче, я думаю, посыл мой ясен. Решать каждому самому. Я ни в коем случае не навязываю свое мнение. Блин, что там с сиденьем-то? Сколько у нас пробег? 180. Ну, просто металлический каркас. Руль. Пополз уже. Ну, чисто, чисто краска, так сказать. Пробег 180. Аккуратный человек ездил, да? Только до блеска сделал сам подлокотник. Здесь все выглядит хорошо. Также ручка КПП подтерта. Как будто что-то было именно с крышкой связанной. То есть, одновременно был удар по задней части, потому что крашено и левое крыло. Крышка багажника и правое крыло. Но правое, видимо, задело полегче. Может, фонарем оцарапало, может, бампером. Сейчас смотрим. Вторым слайм. Ну, то есть, и дверь тоже крашеная. Давай пробежимся, я не буду углубляться. И эта дверь крашеная. То есть, вот это крыло без окрасов. Ну, по крайней мере, под толщиномер я не смотрел болты. Макс смотрел болты. И капот. Капот точно не крашеный, капот точно завод. Ну, он, как и положено любому камере, пробегом больше ста имеет сколы. И это крыло у нас крашеное. Эта дверь у нас своя. По крайней мере, по толщиномеру, по герметику я тоже посмотрел, вроде как своя. Без окрасов. Вот эта дверь. Меня смутило чуть-чуть, потому что толщина небольшая. Наклейка есть, вроде внутри не красили. Но ее тоже окрасили, я так понимаю. Ну, именно снаружи вторым слоем. Крышка своя. Ну, владелец позаботился, приклеил пленочку хотя бы. Стандартная болезнь техкамри. То есть, получается, машина имеет пять некрашенных элементов. Друзья, как вы поняли, это были моторы 2.5. И ценник от миллиона ста до миллиона триста. Но ведь кто-то хочет и за миллион. И кто-то даже готов на два литра. Типа, я быстро не езжу, мне достаточно и так. Сейчас мы с вами посмотрим за миллион рублей двухлитровую камри. И вы увидите, какое состояние у этого автомобиля. Посмотри, что происходит у людей. Как они это делают. И даже не свети. Ты видишь толщину? Вот что происходит у тех, кто вот так ремонтирует свои автомобили. Ужасно весь капот покрашен. Стекло, естественно, китайское. Вклеили его криво. На винномер практически намазали дверь. Ну, вот смотри, видишь, она уже ржавеет, да? Вся по краям. Прям пузырями идет. Смотри сюда. Герметика нет. На такси, походу. Крыло заржавело изнутри. Стоит Тайвань, которую даже покрасили плохо. Здесь пахнет зубным врачом. Ты чувствуешь? Не садись, это зубы начнут лечить, Тёма. Оно тебе надо сегодня? Сиделки просижены. Смотри, все проломано. Дай-ка я под капот залезу. Мне просто интересно даже, что там произошло такое. Посмотри, смотри. Лысые, просто лысые. 16 размер, колеса стоят. Ай, даже не знаю, с какой машины. Ой, как хорошо все выглядит. Просто посмотри. Посмотри, Тёмыч. Он сказал, он делает маску. Что же здесь? Ты засунул? Нет. Нет? Я думал, твоя уже здесь. Видишь, как без разницы, будь то Камри, будь то Жига, когда попадает в руки в Урдалаку, все одинаково ремонтируется. Здесь дверь уже нормальная. Вот так, мельком просто обижать. Все хромированные молдинги просто болтаются. Ты видишь, какой тут накат прям уголком? Реально, на врачу воняет. Прокрашено даже под лючком. Точно так же, нет герметика. Вам не нужен прибор. Вам нужны только ваши глаза. Смотри сюда. Скорее всего, что-то упало. Смотри, как сделано. Прокрашены болты. Здесь подмазаны. Как будто бы двери не снимались. Так, ну что у нас по пробегу? 163 700. Это, конечно, не похоже на правду. Руль, смотри, какой. Видишь, какой он толстый? Просто посмотри тут. Потрогай. Как у BMW. Ты понимаешь, что его просто сделали в два раза толще, чем он был. Ты посмотри, какая Tesla здесь. Я это первое заметил. И климата, видишь, нету блока управления. Да, все туда заведено. Слушай, ничего себе, как прикольно. Китайцы делают вещи. Китайцы рулят даже в Тойоте. А подушки-то горят вообще. Раз там такой удар был, обе фары китайские стоят. Да, слушай. Это, конечно, не значит, что подушки отскочили. Конечно. Облезло. Здесь, скорее всего, висела вонючка. И протекла. Да. А она съедает почти всегда весь пластик. Да она такси наверняка просто. Не может она выглядеть так убого. Ее ремонтировали просто за дешман. Понимаешь, ездил, курил. Хабарем езде натыкал. Подлокотник весь просто измотан. Тут даже форма чувствуется какая-то. Под ним ключ. Китайской заготовки какой-то сделан. Человек кружился, Алексей. Хорс. Ну да, здесь уже ржавчину человек подкрашивал сам. Смотри, Игорек, что он тут пытался изобразить? Мне кажется, стояла. Рация? Через дырку, что ли? Ну, закрепил ее туда. Да, не. Посмотри сюда. Просто кусок хлама. Здесь все целое. Ты знаешь, самый прикол, что удара-то сильного никакого нет. Прямо ужасного. Просто похабно все. Ты вот это видел, да? Эту жесть. Да, да, своими руками кто-то старался тоже. У них, кстати, вот это болеет. Под молдом. Их перекрашивали по гарантии годовалой уже. Ну, это не гарантия, ты же видишь. Ты еще раз посмотри. Мне кажется, на какую-то баллону болит, да? Ну, ладно, на ощупь такая. Ладно, все, закончили. Это же просто по пути. Друзья, ну вы все видели сами? Примерно в таком состоянии все автомобили. И не нужно писать, что нужно смотреть у хозяев. Хозяев нет. Хозяева продают эти же самые автомобили за полтора миллиона. Только после того, как они провели некие манипуляции с ним и называют себя хозяином. Многие из вас даже не поймут, про первый автомобиль или про последний, что он выглядел так ужасно. После искусственных рук мастера, который все это замажет, устранит и почистит, подменит ВИН-номер и продаст вам ее, как отличный автомобиль с одним или с двумя хозяевами, без ДТП и без окрасов. Ведь вы именно так и ищите. Вы делаете отчет, а потом едете смотреть автомобиль. Я каждый раз вам говорю, проверяйте ВИН-номер, по которому вы сделали отчет с автомобилем на месте. И с ПТС, который вы видите. И чтобы хозяин по паспорту был в ПТС. Это самое важное при покупке автомобиля. А дальше уже отчеты и проверки. Автомобили в хорошем состоянии за эти деньги практически нет. Да, бывает единичный случай, но на него просто не попасть, не успеть. Мы сейчас не говорим о других городах, где-то на юге или где-то на севере, где в хорошем состоянии эти машины. Мы также не говорим о том, что можно было купить полгода назад или год или два. Мы говорим здесь и сейчас. Ноябрь месяц 2021 года. Рынок выглядит именно так. Автомобили именно вот такие. То, что мы показали вам в начале ролика две машины, ну это просто чудо. Мы реально успели увидеть их без подготовки. Сейчас они наверняка выглядят по-другому. И когда вы звоните, просите разовый осмотр, и вам заранее говорит Игорь, например, зачем вам тратить деньги, я даже не поеду смотреть, потому что там хлам. Значит он знает то, о чем вам говорит. Будьте внимательны при покупке автомобиля с пробегом. Если еще не подписаны, подписываемся на наш канал, ставим лайки, пишем комментарии. Всем вам удачи и всем пока. Такая жесть просто, посмотри, он реально как будто с грузовиком в аварию попал. Даже боковые стекла, они двойные и то лопнули. Люк вылез. Люк вылез. Люк вылез. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова